друзья всем привет давно хотел записать уже вот эту цитату не помню какая она уже по счету но это неважно они 3 ли потому что название данной цитаты москва третий рим запыхался пока вот это все готово тут камеру как камеру мыльницу на подставку надо прикрепить тут установить вот этот вот микрофон тут надо тоже все так вот неважно значит царям вот такая вот книжечка надеюсь там видно если не видно то обложку дополнительно так вот вставлю на монтаже называется на неофициальной истории россии ордынской иго и становление руси что такое под редакцией никого балязина в н балязи 2 н ну погуглите и узнаете кто это я честно говоря не удосужилась пока это сделать но читать достаточно интересно так вот на вот в этом издании на 171 странице есть глава который называется москва третий рим значит тут идет речь о том но москве естественно да о том что ну вот там значит был князь какой же там был князь там тут очень много на имен которые ну по крайней мере школе не проходят и поэтому так учитаешь там а вот этот этот это вот и сразу забываешь ну вспоминаешь только какие-то интересные ну не то что интересно а вот те которые ты точно знаю что вот ты о них слышал в связи с чем я еще захотел записать недавно даже не помню сколько может быть пару недель назад у меня был день ангела ангела день ангела и соответственно у меня есть но несколько святых с именем максим вот один из них максим грек и соответственно он как раз жил на руси вот во время как бы того периода когда москву собственно и называли третьим римом так вот значит вот этот вот авто книжки балязин в н он и еще цитирует других историков что тоже очень интересно то есть уже до него какие-то исследования были сделаны и он приводит цитаты и он пишет известный историк и е забелин ну известный как говорится в узких кругах писал в книге история города москвы история города москвы забелин и е кавычки открываются после брака ивана третьего с греческой царевной софьей москвы на самом деле явилась наследницей второго рима то есть исчезнувшего византийского царства брак был устроен папою ну римским в видах привлечения русской церкви к подчинению папской церкви то есть он хотел нас себе подчить подчинить наших предков но он кто брак получается дра до ивана третьего с греческой царевной софий но этот брак послужил только к новому возвеличению москвы в глазах всего православного мира как бы то ни было но в москве с того времени стали ходить толки и рассуждения о значении двух римов древнего и нового то есть цареградского новым назвал его сам царь константин строитель византии ну царь град это соответственно константинополь ходили толки и о наследстве кто будет наследником и восстановителем этого нового цареградского рима завоеванного теперь турками очень актуально нынче и так как московский государь являлся теперь единственным на всем христианском востоке независимым православным государем единственным независимым православным государем иван третьим иван третий был то простая мысль уже прямо указывала что таким наследником и восстановителем православного рима может быть да и должна быть только одна москва другого могучего представителям и охранители восточного христианского христианство теперь не было это осознание осознание вырастала у всех покоренных турками православных народностей оно принесено было и в москву и таким образом и в москве между книжными людьми воцарилась мысль о третьем уже московском риме в первой четверти шестнадцатого столетия в псковском елеазаровом монастыре жил старец филофей человек сельский как он писал о себе учился только по буквам благодатного закона то есть по книгам святого писания несмотря на такой скромный отзыв о своей особе старец однако судя по его писанием принадлежал к образованнейшим книжникам своего времени он написал обширное послание к жившему во пскове в 1510 тире 1528 годах царскому диаку михаилу мухи ну судя по всему или мухи ну а звездочетцах в ответ на вопрос диака как разуметь приходящий атлатинян астрономические гадания предсказывавшие что в тот 1524 год последует переменение всего видимого мира интересно до 1524 получается практически без одного года без полугода без полугодия 500 лет назад ровно разрешает этот вопрос на основании бытийских книг и опровергая кощуны и басни латинских астрономов старец касается и вероисповедных различий с латинством а также и переменение в судьбах царств и стран что не от звезд это происходит но от бога обращаясь затем к своей современности старец пишет что цитата греческое царство разорилась и не созиждется потому что греки предали православную греческую веру в латинство ну то есть предали в смысле к ну как бы переделали до передали наверно даже больше что если стены и столпы и палаты великого древнего рима не пленены зато души их от дьявола были пленены что вместо римской и констин константинопольской церкви ныне в богоспасаемом граде в москве православная церковь церковь так еще раз что вместо римской и константинопольской церкви ныне в богоспасаемом граде москве православных церковь то есть не времени в константинополе в москве истинное православие едино во всей вселенной паче солнца светится что московский государь теперь по всей поднебесной единый христиан царь и браздодержатель святых божьих престолов святой вселенской церкви поэтому собственно да на протяжении всей истории такие жесткие нападки на россию все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя согласно пророческим книгам и это российское царство ибо два рима пали а третий стоит а четвертому не бывать христианские царства затоплены неверными и только одного государя нашего царства одно благостью христовой стоит ну сложный вот этот вот порядок слов но потому что 500 лет назад это все писалось поэтому я так и читаю следует царствующему сохранять это с великой осторожностью и с обращением к богу не надеяться на золото и на приходящее богатство но уповать на все дающего бога вот такая вот цитата получилось уже насколько на 11 почти на 12 минут но при монтаже будет наверное меньше или больше кто знает это вот глава москва третий рим про максима грека наверное все таки отдельную цитату сделаю потому что здесь достаточно много вот еще его высказывание и она судя по всем высказывания да и она судя по всему будет уже минут 20 плюс минус вот поэтому советую вот эту вот книжечку почитать вообще как бы старайтесь исследовать то что происходит то что происходило вот связи с определенными событиями теме уже сколько да почти месяц назад плюс плюс минус до 20 лишних дней назад то что происходило ну я уже говорил многим своим товарищам что для меня это был некий спектакль ну спектакль в хорошем смысле да то есть но один об этом конечно можно было бы отдельно поговорить в общем я это вспомнил только из-за того что как говорится не все то золото что блестит и не все слова который говорит там президент еще кто-то да их нужно воспринимать ну вот там буквально то есть нужно немножко поразмыслить подумать что имеется ввиду и не но и я Продолжение следует...